Главная функция сердца это кровоснабжение всех органов и тканей организма. Несмотря на то, что у обычного взрослого человека оно весит всего 200 грамм, на сердце лежит большая ответственность. Несомненно, ни один орган человеческого тела не может работать вечно. С течением времени состояние здоровья ухудшается. Количество случаев сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается с каждым годом. С недугом, значительно угрожающим жизни и здоровью человека, ведут активную борьбу врачи Тихвинской центральной районной больницы имени Калмыкова. Как гласит народная мудрость, любую болезнь лучше предупредить, чем лечить. При первых признаках недомогания следует немедленно обратиться к врачу. Есть факторы риска, на которые мы не можем влиять, к ним относятся пол человека, возраст и наследственная предрасположенность. Есть факторы риска, на которые мы можем влиять, они называются модифицирующие факторы риска. К ним относятся курение, ожирение, избыточная масса веса и избыточная масса тела, повышенное артериальное давление, сниженная физическая активность, повышенная концентрация холестерина в крови и сахара в крови. Особый риск представляет собой острый коронарный синдром. Основной симптом – боль в груди или дискомфорт верхней части тела, который может сопровождаться чувством нехватки воздуха. При обнаружении этих признаков следует прекратить физическую нагрузку, при имеющейся возможности измерить давление и, если оно не низкое, положить под язык нитроглицерин, разжевать пол таблетки аспирина и ждать приезда скорой помощи. То есть те факторы риска, которые можно изменить, например, курение, то есть если бросить эту вредную привычку, да, то есть, соответственно, это является профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Если мы снизим массу тела, то есть изменим образ жизни, кстати, очень важный, да, вот такое понятие – модификация образа жизни человека, у которого есть опасность или уже диагностируется сердечно-сосудистые заболевания. То есть именно изменением образа жизни он может профилактировать дальнейшее развитие или предотвратить развитие данного заболевания. Сердечно-сосудистые заболевания справедливо называют эпидемией 21 века. При обнаружении первых признаков недомогания следует обращаться к врачу, ведь назначить правильное лечение, а порой даже спасти от смерти, может именно врач. Елена Павловна, Руслан Блохин, Пикалевское кабельное телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова